КАНСК Здравствуйте! Вы смотрите итоги недели на пятом канале. О главном, чем жил Канск последние дни, расскажем вам мы, Василий Малицкий и Наталья Никонова. В начале выпуска давайте вспомним о самых важных и актуальных событиях уходящей рабочей недели. В Законодательном собрании Красноярского края в первом чтении приняли бюджет на 2016 год. Как рассказал депутат Заксобрания Тканской Николай Креминский, дефицит бюджета постепенно сокращается. Запланированы повышения зарплат бюджетникам, ремонт и строительство дорог, улучшение социальной инфраструктуры. Питьевая вода в Канске соответствует гигиеническим нормативам. Масштабную проверку провели специалисты Роспотребнадзора. Вывод – качество питьевой воды на водоканал-сервис не вызывает нареканий, и она безопасна для потребителей. Хозяйства Каннского района проводят взаимопроверки. Это позволяет аграриям оценить и даже перенять положительный опыт друг у друга. На уходящей неделе делегация, в состав которой вошли не только представители хозяйств, но и специалисты районной администрации, посетила Тайнинское. В Каннском педагогическом колледже прошли 12-е «Далевские чтения». Мероприятие, где молодые ученые обсуждают проблемы сохранения самобытности русского языка и современной педагогики. В мероприятии всероссийского уровня приняли участие и зарубежные гости. Каннск посетили представителей более десятка стран. В Каннске стартовал ледовый сезон. На большинстве коробок города залит лед. В числе первых – стадион «Текстильщик», площадки у Пит-колледжа, в районе БХЗ и на улице Идомана. На катках уже проводят тренировки юные хоккеисты, а также отдыхают приверженцы здорового образа жизни. Команда «Хэппи-фит» вернулась с краевых соревнований по фитнес-аэробике. Воспитанницы тренера Инны Кругом привезли в Каннск золотые и серебряные медали. Средняя группа успешно дебютировала на соревнованиях такого уровня. Следующее соревнование, где выступит команда, в феврале. Это будет открытие сезона, чемпионат и первенство края. Комиссия по экономической, инвестиционной политике и градостроительству не приняла сегодня внесение изменений в бюджет города Каннска. Засетание депутатов городского совета состоялось сегодня в зале администрации. Более двух часов докладчик, заместитель главы города по экономике и финансам Нина Кадач, отвечала на вопросы народных избранников. Каннский городской совет депутатов готовится к внеочередной третьей сессии. На протяжении двух дней всеми комиссиями рассматриваются вопросы, касаемые корректировки бюджета 2015. И одна из них с изменениями не согласилась. Я на пояснительной записке останавливаться подробно не буду, но на некоторых моментах, связанных с... Хотела бы обратить внимание. Надеюсь на то, что вы с документами ознакомились. Расходная часть бюджета значительно увеличится. На что будут потрачены дополнительные средства, пытались выяснить на протяжении полутора часов. Пояснительную записку некоторые парламентарии назвали непоясняющей. Ну давайте к стеночке друг друга не подтягивать. Владимир Владимирович, я почему вы есть, но я спросил. Я согласен с вами. Но вы со мной тоже согласились, что информация, которая была предоставлена, она же не просто отрезанная. Она никакая, абсолютно. Горячие обсуждения вызвали намерение чиновников за счет городской казны провести расчистку русла реки Канн в районе водозабора, укрепить берег на месте теплотрассы ТМ-1 и провести частичный ремонт пешеходного моста через реку Иланку. Кроме этого, более 77 миллионов власти Канска планируют взять в кредит для того, чтобы вернуть в краевой бюджет. Эти деньги городу выделялись на строительство многоквартирного дома в северо-западном микрорайоне, который так и не ввели в эксплуатацию. Застройщик «Вектор-95» объявил себя банкротом. Судебные тяжбы с ним продолжаются до сих пор. Сейчас мы берем бюджетный кредит еще на 77 миллионов. Отдаем назад в Красноярск. Красноярск рассчитывается с федерацией по цепочке. Итого, 77 на три раза умножается. Получается, одна квартира в городе Канске обходится примерно 3,5 миллиона рублей. При этом, не согласные с принятием изменений депутаты, не принципиально против решения озвученных проблем. Они лишь предлагают тщательно в них разобраться. Еще секунду. У нас все постоянный диалог. Это деньги не наши, это Министерство края. А причем тут Министерство края? Каждый субъект отвечает в рамках своей полномочий. То есть ответственность лежит персонально здесь. Министерство края останется в стороне. Практически половина депутатов, присутствующих на комиссии, отказались принимать сомнительные, на их взгляд, корректировки бюджета без проведения тщательного анализа существующей документации и достаточных оснований. Решение комиссии не состоялось и передачей профильную комиссию с замечанием предложения, которое прозвучало от депутата Иванова. Чиновники пообещали предоставить всю интересующую депутатов информацию до головной комиссии, которая состоится уже в понедельник. Депутат на самом деле не должен быть просто марионеткой. Если принимать решение, оно должно быть осознанным, понимая, о чем мы говорим. И мы должны быть готовы нести ответственность за принятое решение. Кроме этого, по результатам комиссии была создана рабочая группа из числа представителей администрации и депутатов, которая ознакомится с каждой из обсуждаемых сегодня ситуаций, в том числе с выездом на место. Анастасия Мосина, Вячеслав Морозов. Итоги недели. Ведущие юристы, адвокаты города, представители прокуратуры и Росреестра оказывают бесплатную юридическую помощь жителям Каннска. Традиционная акция, проводимая по инициативе Ассоциации юристов России, прошла сегодня на базе многофункционального центра. Какие правовые вопросы интересуют жители Каннска и у какой категории населения, такие встречи наиболее востребованы, расскажет Ольга Величко. О том, что такие встречи жителям Каннска нужны, говорит количество обратившихся. За час с небольшим консультацию получили около 20 человек. В прошлый раз мероприятие посетили не менее 50 горожан. Среди вопросов преобладает жилищный. Каннсы спрашивают о правовых аспектах предоставления жилья нуждающимся, о переселении из аварийных домов. На втором месте наследственные правоотношения и вопросы из области земельного права, касающиеся регистрации права собственности и перехода права собственности. Есть и вопросы о семейных взаимоотношениях, а зачастую люди просто не знают в компетенции какого ведомства решение их проблемы. Мы консультируем, куда нужно обратиться, с каким вопросом, в какую организацию, либо конкретно к кому попасть, к кадастровому инженеру, либо уже к специалистам регистрационной палаты, либо в архитектуру пойти, как сегодня мы советовали. Вот такие вот вопросы, вот такие категории граждан обращаются. В этом году это четвертое такое мероприятие. А вообще дни бесплатной юридической помощи проводятся уже три года. И за это время специалистам приходилось слышать самые разные вопросы, иногда даже странные. Бывают вопросы, именно связанные с уголовным судопроизводством. Один был очень интересный вопрос, а как же исключить сведения, которые когда-то попали в базу уголовного производства. Наверное, это самый был необычный вопрос, потому что это нарушение будет вообще действующего законодательства, по сути, должностное преступление. А еще специалисты отметили, что у жителей Канска практически нет жалоб на конкретных людей, должностных лиц, и на органы государственного и муниципального управления. Ольга Величко, Сергей Молчанов. Итоги недели. После небольшой рекламы мы вернемся в студию и пообщаемся с Каннским межрайонным прокурором Евгением Федоровым. Он ответит на вопрос о ситуации с выплатой зарплаты работникам предприятия «Генерация Т» и о том, какое наказание грозит работодателям, задерживающим зарплату или выплачивающим ее в конверте. Также вас ждет наш специальный репортаж. Тема «Как живут мусульмане в Канске?» и «Можно ли сосуществовать мирно представителям разных религий?» Оставайтесь с нами на пятом канале. Не переключайтесь. У мамы розы только свежие цветы и лучшая цена Каннска. Так, высокая роза премиум, крупный бутон. Всего за 80 рублей. Звони 3900. Спорт – лучшая пропаганда здорового образа жизни. В крае построено 15 новых физкультурно-оздоровительных комплексов. Открытый легкоатлетический манеж в Вачинске и футбольный манеж в Красноярске. Команда губернатора стабильность и развитие. Сегодня гость итогов недели на пятом канале – Каннский межрайонный прокурор, советник юстиции Евгений Викторович Федоров. Здравствуйте, Евгений Викторович. Здравствуйте. Евгений Викторович, вопрос номер один. В течение последнего месяца пятый канал не единожды обращался к такой проблеме, к такой теме, как невыплата или несвоевременная выплата зарплаты на предприятии «Генерация Т». Ну, в народе больше известно как ТЭЦБХЗ. Мы понимаем и знаем, что непосредственно участие в разбирательстве этого вопроса занималась в том числе и Каннская межрайонная прокуратура. Уверен, что вы обладаете самой свежей, самой актуальной информацией по этому вопросу. Очень бы хотелось услышать, что сейчас с этим вопросом и проблемой. Да, действительно, ситуация с задолженностью по заработной плате на данном предприятии находилась в поле зрения нашей прокуратуры, в связи в том числе с поступающими обращениями граждан о задержках выплаты заработной платы. В ходе проверки было установлено, что действительно на предприятии возникла перед работниками, всеми работниками задолженность по заработной плате. Данная ситуация возникла ввиду временных финансовых трудностей, в том числе в связи с несовременным перечислением из бюджетов предприятий выпадающих доходов. В ходе проверки в результате работы с трудовым коллективом от работников, от 108 работников были получены заявления о защите их трудовых прав непосредственно в суде прокуратурой, в связи с чем нами в суд направлено 108 заявлений о выплате заработной платы, начисленной, но не выплаченной, на общую сумму 1 млн 50 тыс. рублей. Кроме того, в отношении руководителя данного общества, генерации этой прокуратуры было возбуждено дело об административном правонарушении по чести 1 статьи 5.27 Кодекса административных правонарушений, который предусматривает административное наказание в виде штрафа. В настоящее время данное дело направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Красноярском крае. Кроме всего прочего, руководителю было внесено представление об устранении нарушений закона, в том числе с требованием выплаты работникам компенсации за несвоевременную выплату заработной платы. Такая гарантия материальная предусмотрена трудовым законодательством. Пусть она небольшая, но все же это будет дополнительным стимулом работателю, понесшему дополнительную материальную ответственность в дальнейшем не допускать нарушения права граждан на своевременный оплату труда. Ну, в результате принятых мер, совместных, наверное, и путем освещения данной проблемы в средствах массовой информации, путем прокурорского вмешательства, удалось переломить данную ситуацию, и по настоящее время вся начисленная установленные сроки заработная плата была выплачена работникам. То есть на данный момент задолженность ноль? Ноль. После непосредственной выплаты заработной платы руководитель был данному обществу приглашен в очередной раз в прокуратуру, где мной ему было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона впредь. Руководитель предупрежден о возможности привлечения его к административной уже более жесткой ответственности, либо к уголовной ответственности в случае повторения нарушения трудовых прав граждан. В законодательстве Российской Федерации предусмотрено два вида ответственности за нарушение прав граждан. Это административная и уголовная. Административная по статье 5.27, часть 1 и часть 4 данной статьи. Первая предусматривает ответственность лиц, впервые совершивших нарушение трудового законодательства, в том числе нарушение срока выплаты заработной платы. А часть 4 предусматривает наказание в виде уже дисквалификации либо более высокого штрафа. К лицам, которые ранее уже в течение года допускали нарушение, аналогичное нарушение трудового законодательства. А можно обозначить, хотя бы в первом приближении, какой размер этих штрафов, которые накладываются на такого недобросовестного руководителя? Как я уже говорил, для лиц, которые впервые совершили данное административное правонарушение, размер штрафа, ну, он очень небольшой. То есть от 1 до 2, от 1 до 5 тысяч рублей. В случае совершения повторного административного правонарушения лицом в течение года, пока он считается привлеченным к административной ответственности, санкция предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей, либо дисквалификация на срок до 3 лет. Дисквалификация – это без права занимать руководящую должность? Абсолютно верно. В настоящее время, недалеко в октябре, в отношении одного из руководителей нам также направлено дело об административном правонарушении, возбужденное прокурором по участию четвертой, ну, с, скажем так, с намерением, что все-таки мы сможем доказать необходимость применения к неродимому руководителю дисквалификации. Как я понимаю, пока суд рассматривает дело, мы не можем назвать, что это за предприятие, или все-таки назовем? Я думаю, что мы можем назвать это небезызвестное акционерное общество «Мокрушинское», которое также в течение года постоянно находилось у нас на контроле, в связи с тем, что там практически ежемесячно допускались нарушения прав граждан на оплату труда. Насколько жители Каннской района обращаются вот как раз в прокуратуру с просьбой защитить их трудовые права? И конкретно вот по невыплатам зарплаты? Ну, такие обращения, я не ошибусь, если скажу, что практически ежедневно поступают в прокуратуру, либо это касается в целом невыплаты заработной платы, нарушения сроков, либо нарушений, допускаемых при выплате всех причитающихся работнику денежных средств, при увольнении, значит, когда люди не согласны с размером заработной платы, когда оговаривался один вид оплаты труда, ее размер выплачивается по факту другой. Очень часто на самом деле. Здесь мы работаем, скажем так, в тесном взаимодействии с Государственной инспекцией труда в Красноярском крае в связи с тем, что определенное количество заявлений, поступающих, не требующих, на наш взгляд, серьезного прокурорского вмешательства, мы направляем в орган государственного надзора в области охраны трудовых прав граждан. Находится она в Красноярске. Для граждан, которые не обладают этой информацией, могу сказать, что в городе Красноярске по улице Симафорная 433-2 располагается Государственная инспекция труда в Красноярском крае. Свои вопросы по обращению по вопросам защиты их трудовых прав, касающихся не только заработной платы, а и вопроса охраны труда, могут быть адресованы руководителю данного государственного органа. Евгений Викторович, есть еще одна ситуация, когда людям определенную часть заработной платы выплачивают, как полагается, официально, а вторую, так сказать, в конверте. Это ведь тоже прямое ущемление их трудовых прав. Есть ли шанс у работника, который попал в такую ситуацию, прийти к вам, обратиться либо в трудовую инспекцию, и добиться справедливости? Данные правонарушения, они очень сложно доказуемы. В связи с тем, что, как правило, при трудоустройстве на работу заключается трудовой договор, и это обязательное требование Трудового кодекса, где оговаривается размер заработной платы. Мне кажется, люди довольно редко вчитываются в трудовой договор. Да, поэтому хотелось бы обратить внимание граждан, для того, чтобы они внимательно читали эти документы, которые подписывают, особенно при приеме на работу. Смотрели, чтобы размер заработной платы, он оговаривался конкретно и в связи с тем, как было им обещано. И в том случае, если размер заработной платы соответствует тем соглашениям, которые были достигнуты между сторонами Трудового договора, сделать это достаточно что-то сложное. Евгений Викторович, наверное, напоследок уже такой вопрос. Как обратиться в прокуратуру? Такой простой. В прокуратуру обратиться есть несколько способов. Во-первых, можно в рабочее время с 9 часов до 18.00 прийти в помещение прокуратуры, где-либо оставить заявление в моей приемной, либо сбросить обращение в ящик для обращения, который у нас возле приемной тоже располагается, он достаточно на винном месте находится. Если у человека есть необходимость получить какие-то разъяснения по поводу защиты его прав, возможных каких-то нюансов и так далее, оказать ему помощь в составлении заявления, он может обратиться, соответственно, опять же-таки в рабочее время, придя к нам, к дежурному прокурору, тоже обратившись в мою приемную, и он будет направлен в тот кабинет, где осуществляет работу дежурный прокурор на данный момент, где ему будет оказана необходимая помощь. Ну, либо по почте. Вопросы, которые мы хотели вам задать, они уже прозвучали. Евгений Ильич, спасибо огромное, что приняли участие в разговоре и ответили на наши вопросы. До свидания. До свидания. До свидания. Салон-магазин «Коллекция кожи и меха» объявляет распродажу. Только до конца ноября. Скидки 40-50% на шубы, дубленки, пуховики. Торопитесь. Гадаловские ряды. Цокольный этаж. Настройтесь и вы. Отличные песни. Одна за другой. Радио 7 на Семи Холмах. Канск. 105 и 3 ФМ. Серия терактов в Париже, унесшая неделю назад жизни 128 человек, несмотря на всю свою ужасающую жестокость, была воспринята многими как нечто неизбежное в противостоянии с мировым терроризмом. Как это ни прискорбно, в общественном сознании прочно закрепился стереотип. Террорист – это человек, погибающий с именем Аллаха на устах. Между тем, ислам – одна из трех мировых религий. Вероучение прямо отвергает насилие как способ решения конфликтов. Наш город на протяжении почти четырех веков своей истории являл пример мирного сосуществования представителей разных конфессий. Специальный репортаж далее в итогах недели. Репортажи с леденящими кровь кадрами, где запрещенная в России организация «Исламское государство» расправляется с заложниками, вселяя ужас в сердца людей по всему миру, почему-то с каким-то почти садистским удовольствием показывают ведущие каналы мира. Вооруженные новейшими гаджетами и оружием, боевики режут, насилуют, взрывают. И хотя прямо никто не заявляет, что организаторы терактов – мусульмане, как-то из-под воль в наше сознание внедрили мысль. Террором в мире занимаются исключительно последователи Мухаммеда. Жители Ближнего Востока, а теперь и европейцы, вздрагивают, едва услышав арабское «Аллах Акбар». Значение слов «джихад», «шахид», «ваххабит» сегодня вам может пояснить даже школьник. Так часто они мелькают в средствах массовой информации. А ведь еще лет 20 назад в мире знаниями тонкостей Корана и высказываний пророка мог похвастать далеко не каждый. Так что же происходит? Я думаю, что это извращение ислама. Причем очень серьезное извращение ислама, потому что ни в одной… Ислам же это мировая религия. Ни в одной мировой религии нет агрессии, нет призыва к убийствам, к насилию. Мусульман в мире более полутора миллиардов из семи живущих на планете. Есть они практически в любой точке мира. В России целые регионы исламские. Татарстан, Чечня, Дагестан, Башкирия. Впрочем, настало время вернуться в наш родной город. На главной площади Канска православный храм. Свято-Троицкий собор был построен здесь больше 200 лет назад. Это факт. Как факт и то, что рядом с христианами издревле проживали представители мусульманской общины. Это прежде всего татары, а также выходцы из Средней Азии и Северного Кавказа. Перед вами кладбище на нефтебазе, возле железнодорожного моста, именуемое в народе татарским, хотя правильнее может быть называть его мусульманским. На надгробиях символы исламской веры, полумесяцы и звезды, а также стилизованные под арабскую вязь надписи и даты жизни. Старейшим из сохранившихся здесь захоронений не менее сотни лет. Более старые попросту не сохранились. Само существование такого кладбища есть свидетельство о постоянном присутствии мусульман в жизни Каннска. Причем люди разных исповеданий прекрасно уживались вместе. Нормально, мирно жили, во всяком случае, на национальной почве, на религиозной почве, я не помню никаких стычек. Никаких источников таких нет, ни разу я не встречала в литературе, в краеведческой, во всяком случае, каких-то там не было такого, чтобы они между собой конфликтовали. В Каннске сегодня проживают несколько тысяч мусульман. Выйдите на рынок, стоят, торгуют, улыбаются, услужливо раскладывают товар. Работают одним словом. Не только в торговле, строительство, сельское хозяйство, и там много лиц нетитульной славянской внешности. Люди ехали и едут в Россию. Жить. В полном смысле слова. То есть зарабатывать, растить детей, ходить в кино. Я когда еду, еду в родную страну, ну неделю там не могу жить больше, потому что тянет по цене, потому что здесь мне нравится. Я привык вот к Сибири. Я другой темы не вижу. Что-то это, кого-то взрывать, это квартира, дом, кого-то убить. Это я просто, мне очень интересно это разговор делать. В глазах подавляющего большинства люди не подразделяются сугубо по религиозной принадлежности. Вернее, есть, конечно, христиане и мусульмане, а также буддисты, индусы и последователи Конфуция. Но не это главное. Серьезные богословы, да и просто грамотные мыслящие люди уверены, что дело не в верованиях. Корана написана совсем по-другому. Что Иисус Христос, что Мусак, что Магомед. Их одно то же уважение. Одно то же пишется. Мусак, алейхусалам. Исаак, это Иисус Христос. Исаак, алейхусалам. Магомед, алейхусалам. И преклонится народ пред ними. И в качестве заключения. Канск – часть нашей большой страны. Многонациональной, многоконфессиональной. С огромными традициями совместного бесконфликтного сосуществования различных народов и культур. Места в Сибири много. Хватит для всех. Только честно трудись. И живи счастливо. Прославляя за это. Хочешь Христа, хочешь Будду, а хочешь и Аллаха. Я, ты, он, она. В Акслов Малицкий, Сергей Молчанов, Пятый канал. Правила дорожного движения накануне повторяли воспитанники социального приюта «Каннский». Такую тематическую встречу с ребятами организовала госавтоинспекция. А приурочено мероприятие к Всемирному дню ребенка, который традиционно отмечается 20 ноября. В этот праздничный день каждый житель мира должен подумать о том, что дети являются нашим будущим. А значит, каждый должен заботиться об их здоровье, образовании, комфорте и безопасности. Повторить правила, от которых зависит жизнь и здоровье, это никогда не бывает лишним. Особенно важно повторять правила дорожного движения с детьми. От этого напрямую зависит их безопасность. Практика показывает, что даже самые маленькие способны воспринимать и запоминать такую информацию. Дети с удовольствием и активно участвуют в подобных беседах. Ребятишки воспринимают всегда информацию хорошо, отвечают на вопросы, то есть правила дорожного движения знают. В основном, конечно, главная причина того, что дети попадают в дорожно-транспортное происшествие, это первое, нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств. И второе, это просто невнимательность ребенка, когда он отвлекается от дорожной обстановки. Подарки из рук настоящего полицейского, конечно, радуют детей. Тем более, что это полезные подарки. И книжки-раскраски, и школьные тетрадки также напоминают о необходимости соблюдать дорожные правила. Малыши их усваивают на зубок. И особенно гордятся, когда могут и сами кого-то научить правильному поведению на городских улицах. Я запомнил, что нельзя переходить на красный, а можно переходить только на зеленый. А ты раньше этого не знал? Я не знал, но мне мама рассказала, брат рассказал. Я запомнил и теперь знаю. Сначала надо подойти, посмотреть. Если на светофоре горит красный свет, то нельзя переходить. Если желтый, тоже нельзя. А если зеленый загорится, то можно по зебре. По маленькому, я не знаю, теперь мне рассказали. Вот когда красный горит, стой на другом переходе. Горит желтый, и еще чуть-чуть подожди. Как горит зеленый, уже иди. Если горит красный, не иди не спеша, а то машина тебя задавит. Но всегда вспоминай правиль, если ты забыл, вспомни маленький, и тогда ты можешь, и тогда ты не будешь раненым или типа того. Ежегодно на дорогах получают травмы и гибнут дети. В Каннске и Каннском районе в дорожных происшествиях пострадали 29 ребят. Один ребенок погиб. Причиной семи ДТП стали нарушения правил несовершеннолетними пешеходами. Исправить эту статистику уже невозможно. Но сделать городские улицы безопаснее для маленьких участников дорожного движения – это задача под силу окружающим взрослым. Всемирный день ребенка – прекрасный повод вспомнить об этом. Ольга Величко, Александр Минеев. Итоги недели. Акция выходного дня пройдет в Каннском отделе управления Федеральной миграционной службы. Каннцы смогут подать заявление на выдачу загранпаспорта без предварительной записи 21 и 22 ноября с 9 до 17 часов. Жителям окажут необходимую помощь в заполнении заявлений. Паспорт нового поколения будет оформляться в течение двух недель. Несовершеннолетние смогут получить документ старого образца всего за сутки. В завершении выпуска смотрите подробный анонс самых интересных мероприятий, которые можно посетить в ближайшие выходные. А также прогноз погоды от Евгения Елисеева. Мы же прощаемся с вами. Новые сюжеты на самые актуальные темы смотрите уже в понедельник. В то же время на пятом канале. С вами были Вацлав Малицкий и Наталья Никонова. Отличных вам выходных. До свидания. В субботу 21 ноября на сцене городского Дома культуры пройдет вторая игра четверть финала Зональной лиги КВН «Провинция». За победу будут бороться веселые и находчивые Каннска, Красноярска и других территорий края. Начало игры в 19.00. Четыре спектакля можно посетить в Каннском драматическом театре. В субботу в 12 часов сказка «Вверх тормашками», а в 18 часов драма «Каренин». 22 ноября также в полдень спектакль для детей «Приключения Евлашки», а вечером комедия «Тетки». 21 ноября в спортшколе «Олимпийц» состоится первенство Каннска по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 18 лет и младше. Начало в 12 часов. В течение двух выходных на площадках города пройдет седьмой открытый краевой турнир по армейскому рукопашному бою памяти Евгения Дятлова. В субботу с 10 утра поединки будут проходить в спортивном зале «Арсенал», а в воскресенье в городском Доме культуры. Также в два дня в спортивном зале «Химик» пройдут игры зонального этапа Кубка Красноярского края по волейболу среди мужских команд. В соревнованиях участвуют команды Красноярска, Зеленогорска, Уяра, Бородино, Иланска, Ваканска и Села Держинское. Начало в 10 часов. С 21 по 22 ноября в спортивном зале «Солнечный» пройдет турнир по мини-футболу среди мужских команд восточных территорий Красноярского края на приз фирмы «Парнас». Начало игр в 11 часов. Доброго времени суток! Вы смотрите «Прогноз погоды» на пятом канале. С вами Евгений Елисеев. На 21 день ноября приходится Всемирный день приветствий. Это прекрасный повод для радостных эмоций и хорошего настроения. Ведь цель праздника – пропаганда личного общения между людьми, так как в последнее время оно все чаще заменяется общением по телефону и интернетом. К слову, праздник этот отмечается во всем мире уже более 40 лет. Спонсор прогноза погоды на пятом канале – торговые центры «Евродекор». Акция «Товар месяца» в торговых центрах «Евродекор». Весь ноябрь покупайте обои со скидкой 13%. «Евродекор». Приятно выбирать, выгодно покупать. 21 ноября в Канске солнечно. Ветер восточной силы от 2 до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба. Температура ночью – минус 19, минус 23. Днем – минус 13, минус 17. Не важно, какая погода за окном. Главное, чтобы настроение всегда было солнечным. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»